World of Tanks на консолях ввели премтанк 10 уровня, который еще и продается за свободный опыт. Нежданчик, халява, ну по крайней мере звучит очень интересно. Желаю всем приятного просмотра и напоминаю ставить мотивирующие лайки видосам и стримам Слима. Здарова танкисты, с вами Слим. Сегодня вас ждет гайд по ВК 7201К. Это первый премтанк 10 уровня World of Tanks на консолях. Продается он за свободный опыт. Всего лишь 450 тысяч свободки. С момента появления его в продаже купить его можно в любой момент. Поэтому если у вас не хватает свободного опыта, можно не спешить. Рано или поздно купите. А на вопрос, стоит ли его покупать и вообще как танк, я постараюсь ответить в этом гайде. Когда я первый раз увидел новость, что в World of Tanks на консолях можно купить тапка льва за свободно. Помимо этого он еще будет премтанком. Сразу мои бурные фантазии, я начал представлять, что буду фармить серебро, играя на 10 уровне. Но покатав его на стриме, я понял, что фармить серебро он не будет. То есть доходность у него приблизительно такая же, как и у обычного 10 левела. А премтанком его стоит называть лишь потому, что он продается в дереве премных танков. Кстати, цена его 450 тысяч свободки. В продажу он поступил на постоянной основе, так что купить его можно в любой момент. Теперь по традиции давайте заглянем в характеристики танка, познакомимся с его ТТХ. Бронирование корпуса, валбу 240 миллиметров. Борта 160, корма 120. Корпус у танка действительно прочный, особенно крепкий лоб. Даже НЛД у нас практически не бьется. Пробивает его в основном пушки с диким пробоем и голдовыми снарядами. Достаточно крепкие борта, учитывая то, что танк у нас в заднем расположении башни и отыгрывать от них пряча лоб корпуса, ну, милое дело. Но недостатками бортов является наличие цилиндров прям под башней. И опытные игроки, как правило, не упускают возможность угостить в эти цилиндры тапка льва, если он отыгрывает от бортов. Бронирование башни, валбу 200 миллиметров, борта 160 миллиметров, корма 120. В целом, казалось бы, достаточно неплохие цифры. Но на самом-то деле есть небольшой нюанс. Лобовое бронирование башни на самом-то деле не настолько крепко, как показывают эти цифры. Дело в том, что у ВК-7201К, как и у ПЗ-7, бронирование маски орудия неравномерное. Поэтому достаточно часто эти танки пропускают урон через лоб башни. Да, о том, что он туда бьется, знают еще не все игроки. Помимо этого, попасть туда с пробитием тоже достаточно трудно. Поэтому пока можно радоваться, что он страдает туда непостоянно. И есть, в принципе, хорошие бои, где вы можете на танковать достаточно большое количество урона. Ну, а бывают провальные, где попадешься на какого-нибудь скиловичка, который знает, как развалить ВК-7201К или ПЗ-7, вот даже если вы делаете все правильно. Запас прочности 2500 хп и его бронирование позволяют рассчитывать на то, что в танке не умрет очень быстро. В плане выживаемости тапка лев действительно очень хорошая. Максимальная скорость данного танка 33 километра в час. С максимальной скоростью, как правило, мы не передвигаемся, но она где-то близко к 30 км в час. Танк большой и очень тяжелый. И удельной мощности движка в 1200 лошадиных сил порой ему не хватает. При подъеме на гору или заезде на какие-то препятствия танк очень сильно теряет скорость. Плюс еще скорость поворота корпуса 24 градуса в секунду. В общем, слоупочность у этого танка присутствует во всех ее разновидностях. Отличный обзор, как для тяжа в 400 метров. А насчет маскировки тут говорить нечего, ее нету. Что-то еще комментировать просто не хочется. Ну а теперь самое главное. Наше орудие. Тот самый модуль, который нас действительно очень сильно отличает от ПЗ-7. Помимо названия и внешнего вида танка. ВК-7201К получил пушку от Е100. Это значит, танк у нас альфач. Со всеми плюсами и недостатками. Разовый урон для базового и голдового кумулятива 750 единиц. Для фугаса 950. Бронепробитие базовым снарядом 246, голдовым 334 и фугасом 85. Если вы никогда не сталкивались с Е100 и ничего не знаете про его пушку, то сразу развею ваши догадки и сомнения, ствол у нас голдовый. То есть хочешь получать удовольствие играя с подобным орудием, надо играть на кумулятивах. Потому что как ни крути, с его точностью и бронепробитием базового снаряда 246 мм, бодаться с тяжами 10 уровня достаточно сложно. Даже если враг будет ошибаться и будет подставлять уязвимые места, и вы молодец, знаете как и куда его пробивать. Но попасть базовым снарядом туда, куда вам надо, с точностью, когда у танка время сведения 2,9 секунды и разброс 0,4, достаточно трудно. Поэтому не придумываем велосипед и играя на этом танке против бронированных танков 10 уровня, используем кумулятивы. А против всех остальных уже можно и базовые снаряды. А по картону можно шмальнуть и фугасом. Имея высокую альфу, мы получили достаточно долгую перезарядку. На пресс-аккаунте с орудийным досылателем, вентиляцией и экипажем со всеми перками, она составляет почти 17 секунд. Что касаемо самого танка, стоит его брать или нет? Тут больше зависит от ваших желаний и предпочтений. Если вы профильный ТТ-вод, вас не напрягают медленные танки. Или вы очень сильно любите немецкие ТТ 10 уровня и до дыр протерли ПЗ-7 и Е100. Или вы фанат бронированных танков с задним расположением башни, то я думаю, вы уже до меня 100% купили этот танк, второй день катаете его в рандоме и получаете море приятных эмоций. Всем остальным просто надо понять, что за 450 тысяч свободного опыта в свои руки вы получите большой, громоздкий, достаточно медленный и не особо поворотливый танк, у которого косое орудие, практически не предназначенное для стрельбы с дальних дистанций и не самое лучшее бронепробитие базовым снарядом. Несмотря на то, что танк крепкий, надо помнить, что он имеет нестандартное расположение башни, она находится сзади, со всеми плюсами и недостатками. В любом случае, танковать на таких танках приходится по-другому, и этому определенное время надо будет учиться. Уграя на нем, меня больше всего напрягало то, что с дальних дистанций танк практически никогда не попадает в цель, он действительно очень косой и создан просто для ближнего боя. Но учитывая, что он наделен не самой лучшей динамикой, очень важно на таких танках не ошибаться с выбранным направлением. Выбрав в бою фланг, и если вдруг он окажется пустым, на второй вы приедете, когда уже все закончится. В какой-то момент игра на ВК-7201К напомнила мне игру на Т-95, правда у этого есть башня. А так, слоупочность и альфа та же. Если вы до последнего не уверены и так и не решились покупать его или нет, советую просто выкачать ПЗ-7 и Е100. Просто покатайте эти танки, и если они вам понравятся, знайте, что за 450 тысяч свободки вы можете купить смесь этих двух танков, которая, как по мне, значительно лучшей оригиналов. На этом все, спасибо вам за просмотр, не забывайте поддерживать видосик лайком, до новых встреч, удачи в рандоме и пока!